Передо мной победители соревнований, по-моему, тысячи метров, канвайной двойки. Это у нас Виктор Милантьев и Владислав Чеботяк. Ребята, как вы выступили, как вы довольны итогами. Я так понимаю, это очень важная победа, потому что вы победили сильных спортсменов и призер Олимпийских игр. И сильных спортсменов, как Павлов и Петров, которые планировали попасть, отобраться на Чеботмир, потому что они на Кубке мира неплохо выступили. Вот как вы оцениваете выступление? Я так понимаю, для Виктора это вторая победа здесь? Да, у меня это вторая победа. Вчера случилась канун двойки на 500 метров с Иваном Штюлем. Но сегодня была более важная гонка. Это Олимпийская дистанция 1000 метров. Результат на лицо. То есть мы выиграли, неважно сколько по времени. И главное, что первое место мы отобрались на Чемпионат Европы и мира. Я так понимаю, для вас, я вчера уже сказал, что вы как бы второе дыхание у вас открыл, Виктор. Сейчас, по-моему, да? А для Влада, как бы, это, по-моему, только начинается, как бы, его путь, как бы, да? В разносном, как бы, мире, да? На самом деле мы на высшую ступень педестала пытаемся забраться уже с третьего раза. И сейчас у нас это получилось. Мы долго к этому шли, каждый сезон настраивались, как бы, на последний сезон. Вот, но он, наконец-то, получилось заиграть. Ну, Влад, для вас, действительно, это очень важная победа. Я так думаю, что и на Чемпионатах мира, и Европы вы тоже будете поделивать на самые большие места, как бы, и ставить конкуренцию. Мы долго работать, будем работать, да, над этим. Тем более у Влада, я его сегодня уже поздравил. Это официально он сегодня стал чемпионом России именно по мужчинам. До этого он в первую раз только по молодежке, по-моему, да? Ну, в юношах, в молодежной, да, сборной был. Но сегодня он стал официально чемпионом России. То есть, в первую своей карьере он выиграл именно мужскую гонку. С теми его поздравляю. Да, я знаю, что Влад, кстати, очень любит легкотлетчику, мою любимую, как бы, он постоянно проходит на соревнования. А поскольку я, как номер один в легкотлетчике, журналист, поэтому, как бы, я там вижу его часто. А поэтому, как бы, я так знаю, что он болеет. Я думаю, что вот тем самым, вот сейчас выступление, вы будете, как бы, поддерживать наших легкотлетчиков, которые пока не допустили. Я думаю, и кто же допустит. То есть, пока мы ответим за них, как бы, и, я думаю, получим медали. Будем бороться за медали. Мы общая, то есть, сборная России, это не только гребли. Это одна большая семья, состоящая из многих видов спорта. Все за друг друга переживают, ориентируются, смотрят, у кого какие новости. Вот, но чем больше наших ребят будет участвовать на международных соревнованиях, тем лучше для вида спорта и вообще для страны в целом. Ясно. Еще раз вас поздравляю, вы молодцы. Спасибо. Желаю вам успехов. Желаю успешно выступить теперь на чемпионатах мира и Европы. И чтобы были поводы для нового общения. Спасибо вам большое. Спасибо.